Автомобили останавливают на стационарном посту ДПС. В помещении находятся представители ведомств. По специальным базам данных они проверяют на наличие задолженности. Если сумма значительная, есть решение суда и выдан исполнительный лист, то прямо здесь могут арестовать автомобиль. Однако такие случаи единичные. В основном речь о суммах в несколько тысяч рублей. Имущественный либо транспортный налог, алименты, либо иные обязательные платежи. Если обнаружат должника, то ему поясняют, что платить так или иначе придется. Но после решения суда необходимо будет оплатить издержки. А если будут задействованы судебные приставы, то еще и дополнительный 7% сбор, но не менее 1 тысячи рублей. Вместе с тем, современные технологии избавляют от необходимости постоянно заглядывать в почтовый ящик. А задолженность погасить достаточно легко. Чтобы не пропустить оплату своевременную налогов, нужно проверять. Во-первых, завести личный кабинет на сайте налог.ру, где отображается информация о задолженности и есть способы оплаты данной задолженности. Также такая информация отображается на сайте госуслуг. Сейчас можно все это сделать онлайн, также через личный кабинет на госуслугах. И также, если вам распечатают квитанции, все это делается через QR-код, элементарно, сосканировав своим телефоном и оплатить онлайн через Сбербанк тот же онлайн.